Гюнтер Грассес, Вольный город Донциг, 13 апреля 2015 года, Любек, Германия, немецкий писатель, скульптор, художник, график, лауреат Нобелевской премии по литературе 1999 года, биография, родился в Вольном городе Донциге, по воспоминаниям самого писателя, приведенным в книгах, жестяной барабан и луковица памяти, его родители занимались торговлей, отец писателя был немец, мать – Кашубка. Во время Второй мировой войны в возрасте 15 лет вместе со своими одноклассниками был призван в обслугу зенитной батареи, затем отбыл трудовую повинность и в ноябре 1944 года в возрасте 17 лет был зачислен в 10-ю танковую дивизию войск СС, в составе которой участвовал в битве за Берлин в апреле 1945 года и был ранен после войны, пробыл в американском плену до 1946 года. С 1947 по 1948 год Грассес обучался профессии каменетюса в Дюссельдорфе, в дальнейшем учился скульптуре и живописи в Академии искусств в Дюссельдорфе. С 1953 по 1956 год продолжил изучение живописи в высшей школе изобразительных искусств в Западном Берлине под руководством скульптора Карла Хартунга. А с 1956 по 1959 год Грассес жил в Париже, в 1960 году вернулся в Западный Берлин, где жил до 1972 года. С 1972 по 1987 год жил в Западной Германии, в Вестфоле и Шлезвек-Гольдштейне. В 1954 году Грассес женился на Ани Шварц, с которой развелся в 1978 году. В 1979 году женился второй раз на Утегру Нёрд. В 1956-1957 годах Гюнтер Грассес начал выставлять свои скульптурные и графические работы и одновременно начал заниматься литературой. В то время Грассес писал рассказы, стихи и пьесы, которые сам он относил к театру абсурда. Образным языком был написан и дебютный роман Грасса «Жестяной барабан», опубликованный в 1959 году. За этот роман он получил премию группы 47, которой он сам принадлежал с 1957 года. В романе реальные исторические события конфронтируют с сюрреалистически гротескным образным языком Грасса. Стиль, в котором написан роман «Жестяной барабан», стал стилем Гюнтера Грасса. После выхода «Жестяного барабана» Гюнтер Грассес получил мировую известность. Первый после Второй мировой войны немецкий писатель получил международное признание. В 1960 году жюри литературной премии города Бремена хотела присудить свою премию роману «Жестяной барабан», но Сенат Бремена воспротивился этому. В 1979 году роман был экранизирован западно-германским режиссером Фолькером Шлендорфом. Фильм «Жестяной барабан» получил главный приисканского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь». В 1979 году вызвал скандал. Гессинский министр работы и здравоохранения и заописанной в романе «Сцена анонизма», сделал запрос в федеральные органы надзора о проверке романа, как имеющего арморальное содержание. Но после последовавших протестов общественности и других писателей запрос был отозван. На выборах Грассес поддерживал социал-демократическую партию Германии и стал ее членом в 1982 году. В романе «Под местным наркозом» писатель стремится понять левый фанатизм студенческого движения и умеренность старшего поколения. Из дневника «Улитки» сочетание автобиографического отчета о работе в предвыборной кампании СДП и истории некоего Германа Отто, его деятельность и осуждение при нацистах. Интересны романы Камбала, встреча в телькте, вымыслы, крыса, перу Грасса принадлежат многочисленные эссеи и статьи, множество стихов и ряд драматических произведений. В 1985 году вместе с джазовым музыкантом Гюнтером Зоммером выпускает много необычных записей, на которых читает свои произведения под музыку Зоммера. В 1990 году высказался против воссоединения Германии. Грассес считал, что объединенная Германия может возродиться как воинственное государство. В 1999 году в возрасте 72 лет Гюнтер Грассес был удостоен Нобелевской премии по литературе. Грассес стал первым за 27 лет немецким писателем, получившим премию. В 1972 году ее был удостоен Генрих Бель. В 2005 году основал литературный кружок «Любекские литературные встречи», жил в окрестностях Любека. Собственно в Любеке находится его дом, где хранится основная часть его рукописей и художественных работ. В августе 2006 года в Германии вокруг имени Гюнтера Грассе и его моральной роли в послевоенной Германии разгорелся скандал. Писатель признался в том, что в молодости состоял в рядах Ваффен СС. В то время, по словам Грасса, он воспринимал эту организацию как космополитические элитные войска. А в двойных рунах в петлицах униформы Ваффен СС не видел ничего предосудительного. Грассес заявил, что во время службы в Ваффен СС он не совершал военных преступлений и не сделал ни единого выстрела. Скандальное откровение Грасса вызвало общественный резонанс и побудило его к написанию мемуаров. «Луковица памяти» увидела свет в 2006 году. Книги причудливым образом сплелись реальные факты из жизни писателя и апокрифические эпизоды. Следует отметить, что «Луковица памяти» не первое произведение, где вместо фиктивного рассказчика выступает сам Гюнтер Грассес. Подобный прием был использован в книге из дневника «Улитки» в 1972 году. Своеобразным продолжением автобиографического цикла стала книга Грасса «Фотокамера. История из темной комнаты». Это семейная хроника Грасса, все персонажи которой легко узнаваемы, невзирая на подмену имен. Зимой 2009 года увидел свет следующий том автобиографического цикла Грасса под названием «По пути из Германии в Германию». Это реальный дневник писателя за 1990 год. 8 апреля 2012 года Израиль объявил Гюнтера Грасса персоной Нонграта за обнародование стихотворения под названием «То, что должно быть сказано», которым тот резко критиковал Израиль за угрозу превентивной войны в отношении Ирана и за его ядерной программой. Напомнил, что у самого Израиля имеется созданное в тайне ядерное оружие. Формальным поводом для этого решения стала служба писателя. В частях СС по законам Израиля это является пособничеством нацизму и основанием для отказа во въездной визе. В связи с данным скандалом Грассес пояснил, что к Израилю в целом он испытывает глубокую симпатию и его ошибка состоит в том, что он писал про Израиль в целом, а не про нынешнее израильское правительство. Он заявил, что не встал на сторону Ирана, а призывал международное сообщество контролировать обе стороны конфликта и выразил удивление тому, что, хотя он получил много писем, поддержки и одобрения его позиций, немецкая пресса посчитала возможным дать высказаться только его критикам. Бывший посол Израиля в Германии Ави Примор, хотя негативно отнесся к стихотворению Грасса, но назвал решение Министерства внутренних дел Израиля преувеличенным и популистским и сказал, что нет никаких оснований считать Грасса антисемитом. Еврейская община Германии также посчитала действия власти Израиля чрезмерными. Через два месяца Грассас опубликовал другое стихотворение актуальной политической тематики «Стыд Европы», обвиняя на этот раз Европу и международных расставщиков в нападках на Грецию, напоминая немцам, что они своим оружием ранили благословленную островами страну, неся вместе со своими мундирами Гюль Дерлина вранцы. Он завершает «В маразме ты сморщишься без страны, дух которой тебя, Европа, создал». Работа над мемуарным циклом продолжалась и позже. В 2013 году писатель заявил, что больше не будет писать романы. Закончить еще одно большое произведение, работа над которым занимает 5-6 лет, ему не позволит возраст и здоровье. В основном он занят тем, что пишет картины «Акварелью». Умер 13 апреля 2015 года от инфекции. Цитата Грассе из его Нобелевской речи. «В ужасе мы наблюдаем, что капитализм, с тех пор как его брат социализм объявлен мертвым, страдает манией величия, подобно тому как Нобелевская премия, если отвлечься от всякой ее торжественности, покоится на открытии динамита, который, как и другие порождения человеческого мозга, будь то расщепление атома или также удостойная премия и расшифровка генов, принес миру радости и горести, так и литература несет в себе взрывчатую силу, даже если вызванные ей взрывы становятся событием не сразу, а, так сказать, потлупы и времени изменяют мир, воспринимаясь и как благодеяние, и как повод для причитания, и все во имя рода человеческого. Библиография, Данцикская трилогия, Жестяной барабан, Диблатрумел, Кошки-мышки, Кацунт-Маус, Собачьи годы, Хонда-Жар, Романы и повести под местным наркозом Ортлич Бетопт из дневника Улитки, Аус Дем Ташбака и Нершники, Камбала, Дербат, Встречи в Текте, Дастреффен Интек, Вымыслы, Копа Джбертин, Крысиха, Диратин, Крик Жарлянки, Анкенруф, Моё Столетие, Мейн Жарандерт, Траектория Краба, Им Крёсганг, Луковица Памяти, Бейм Хаутен Дэрзвибил, Фотокамера, Дибокс, По пути из Германии в Германию, Антервексфон, Деутшленд, Наг Деутшленд, Ташбак, 1990, слова Гримм, Гримм Свартир.